Сухой сезон. Почему из года в год жители села Тюменцево летом остаются без воды? Третьи за полгода. В каких маршрутах Рубцовска увеличилась стоимость проезда? Петровка, Голодовка. Почему так называли на Руси пост, который начался сегодня? Вы смотрите наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Правительство Алтайского края ушло в отставку. Указ подписал в Рио губернатора края Виктор Томенко 1 июня. Как сообщает официальный сайт края, руководители получили статус исполняющих обязанностей. Они продолжат выполнять весь объем работы до момента формирования нового состава правительства. Это произойдет после выборов губернатора в сентябре. Уровень воды в реках края растет. Как сообщает Алтайский гидрометцентр, за последние сутки вода в Катуни в районе Сросток поднялась на 5 сантиметров. Зато Бия в районе Бийска за это же время упала на 7 сантиметров. Небольшой рост сохранился у Аби в районе Барнаула плюс 10 сантиметров. Режим повышенной готовности по-прежнему действует в двух районах края Краснощоковском и Черышском. Здесь отмечен наибольший рост плюс 82 сантиметра. Спасатели отмечают, что ждут возможных подтоплений в ближайшие дни. Тепло может спровоцировать обильное таяние снега в горах. По прогнозам метеорологов, следующие пять дней по краю ожидается до плюс 28 градусов. Водонапорная башня рухнула в селе Тюменцево. Инцидент произошел в конце прошлой недели. Пятый день несколько многоквартирных домов остаются без воды, жалуются местные жители. Хотя в администрации села утверждают, что вода есть. Основной причиной падения стала изношенность конструкции. Башня больше полувека, и она давно нуждалась в капитальном ремонте. Но районные власти на проблему не обращали внимания, рассказали жители. В итоге подпорки конструкции не выдержали, и башня упала на бок. По словам сотрудников местной администрации, восстановить подачу воды удалось уже 1 июня. По их данным, сельчан подключили к соседней башне. Обеспечены люди водой? На 100% обеспечено. Ну, рухнуло, рухнуло. Что теперь? Тут уже ничего не поправишь. Башня 70-го года постройки. Время, наверное, пришло. Тем не менее, жители утверждают обратное. По их словам, воды нет до сих пор. Мы продолжаем разбираться в ситуации. Подробности в ближайших выпусках новостей. А барнаульцам на этой неделе обещают дать горячую воду, сообщают корреспонденты комсомольской правды Барнаул. Когда произойдет это долгожданное событие, о чем еще пишут в материалах издания «Сибирской медиагруппы», смотрите в обзоре. В 193 повреждения на тепловых сетях обнаружили специалисты Барнаульской теплосетевой компании в рамках опрессовки. Она завершилась 29 мая, сообщают журналисты комсомолки. С тех пор в круглосуточном режиме устраняют порывы. Закончить работы планируют к 6 июня, а дать горячую воду 7 числа. Кстати, сети ТЭЦ-2 начнут испытывать на прочность. С 18 июня продлится опрессовка до 27-го. Ремонтировать повреждения планируют до 11 июля. Так что запасаться терпением и водонагревателями теперь предстоит жителям, чьи дома расположены по контуру ТЭЦ-2. Серьезное ДТП произошло минувшей ночью в Бийске. Авария случилась в первом часу на перекрестке улиц Ленинградской и Чайковского. Столкнулись два легковых автомобиля. К счастью, все участники ДТП сообщают, бийские рабочие живы. На этом перекрестке, пишут журналисты, столкновения происходят часто. В качестве примеров приводят несколько видео. Основная причина – невнимательность водителей, которые не уступают дорогу автомобилям, имеющим, согласно правилам дорожного движения, преимущество проезда. Барнаульская школьница Аня Филипчук представит Россию на детском Евровидении 2018, сообщает Политси Брум. Она стала победительницей национального отбора с песней «Непобедимые». Финал проходил накануне 3 июня в Международном детском центре «Артек». В жюри конкурсного отбора были Игорь Крутой, Лариса Долина, Лев Флеченко, Сергей Лазарев, Николай Басков, Олег Газманов. 13-летней Ане теперь предстоит защищать честь России 25 ноября в Минске. Татьяна Голубева, наши новости. В Рубцовске увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. За семь месяцев это уже третье повышение. Как сообщили в пресс-центре города, на этот раз цены подняли те, кто работает по нерегулируемым тарифам. В первую очередь речь идет о муниципальных маршрутах номер 3, 6К и 10, где проезд будет стоить 20 рублей. А также частных 13,30. Здесь цена составит 18 рублей. Напомним, в феврале уже было повышение стоимости на нескольких городских маршрутах. Тогда в администрацию обратились частные перевозчики с просьбой увеличить цену за проезд до 17 рублей. А предыдущее увеличение произошло в середине декабря. Перевозчики мотивировали это сложной финансовой экономической ситуацией на транспортных предприятиях, в частности возросшими расходами на обслуживание подвижного состава и рост цен на ГЭСы. У православных верующих сегодня начался Петров пост. Он считается не самым строгим и продлится до 12 июля. Кстати, продолжительность поста каждый год меняется. Он начинается ровно через неделю после троицы и может длиться от 8 до 42 дней. Верующие на время поста не едят мясо, молочные продукты и яйца. В среду и пятницу отказываются от рыбы. В народе же Петров пост звали просто Петровки или Петровка-голодовка, так как от предыдущего урожая почти ничего не осталось, а до нового еще далеко. Показал не лучший для себя результат, но все равно стал первым. Барнаульский легкотлет Сергей Шубенков принял участие в забеге в рамках этапа мирового вызова в Голландии. 110 метров с барьерами наш спортсмен преодолел за 13,23 секунды. Вторым стал Орланд Артег из Испании, третьим Паскаль Мартино Лагард из Франции. Напомним, в этом сезоне Шубенков занял третье место на этапе бриллиантовой лиги в Шанхае и второй на этапе в Юджине. Сергей Шубенков совсем недавно стал папой, правда, из-за насыщенного спортивного графика сына до сих пор не видел. В завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды компания Эвалар. Самое быстрое похудение Турбо Слим Экспресс. Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. Турбо Слим Экспресс от компании Эвалар. В крае возможен дождь и в отдельных районах гроза днем до плюс 20. Валейские камни на Али. 19 выше ноля в Славграде. В Барнауле до 20 тепла. Телефон редакции в Барнауле 722 440. Это все новости к этому часу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok